Продолжение следует... 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 на газе. И были также многочисленные разрывы от холода водопроводных труб и канализационных сетей. Жителям рекомендовали пить только кипяченую воду. Те, у кого электричество оставалось, включали электроплиты и также многочисленные мощные нагревательные приборы. Нагрузка на электросеть оказалась непредвиденно колоссальной, и ни в одном сценарии работы энергетической системы Техаса не предусматривалось, что температура ниже нуля по Цельсию может быть на всей территории штата, и стало выходить из строя основное уже критически важное электрооборудование, заменить которое непросто. Дома в Техасе не рассчитаны на удерживание тепла в них, по несколько суток нет энергии, люди ночуют в автомобилях с отравлениями выхлопными газами, а те, у кого есть такая возможность, перебирались в срочно создаваемые центры в отапливаемых общественных помещениях, где тоже иногда потом тепло отключалось. Низкие температуры будут иметь место до конца при этом недели. Сегодня в Техасе в соседних штатах снова были и снегопады. В Форт-Ворте при этом, например, только что зарегистрировали минус 19 по Цельсию. Ничего подобного там не видели с 1949 года. Только в 49 году электроснабжение не было столь централизованным и столь массовых отключений его не было тоже. Помимо всего прочего, в отличие от более северных штатов, в Техасе нет готовых машин для уборки снега, нет соли для посыпки дорог. Обледеневшие улицы с подъемами оказываются непроходимыми для автомобилей. Конечно, сегодня писали, что столь сильный продолжительный холод, который дошел до южных границ США, свидетельствует о глобальных изменениях климата, что это результаты разрушения холодного заградительного воздушного барьера вокруг Северного полюса и прорывов арктических воздушных. МАЗ в последние годы и в Европу, и в Азию, и сейчас к нам. В Милуоке, в Висконсине вчера вечером во время выступления Байдена тоже были нетипичные для этого регионы минус 15 градусов. Байден вполне мог бы на это как-то впечатляюще отреагировать, но вспомни еще об одном своем триллионном плане по улучшению всемирного климата. Но он совсем не импровизатор. Его встреча с городской общественностью, таунхолл-митинг, как и запланировали, катилась по рельсам экономического стимула и вируса. Долго говорить Байдену было также явно трудно. А когда участники вставали с листами, с которых зачитывали длинные и неестественно отредактированные вопросы, это создавало ностальгическое ощущение золотых брежневских времен. Встреча была гладкой, бесконфликтной, очень спокойной. Байдену задали вопрос о том, когда все американцы будут иметь возможность получить вакцину. Он ответил, что к концу июля. Конечно, к этому вопросу Байден готовился. И тем не менее, затем он изменил формулировку, сказав, что к концу июля будет достаточно вакцины, чтобы сделать прививки всем американцам. Наличие вакцины и проведение прививок – это, конечно, не одно и то же. К концу июля должно быть поставлено в США 600 миллионов доз вакцины. Сегодня цитируют и обещание Байдена о том, что к следующему Рождеству страна в основном выйдет из кризиса. Байден также поддержал требования многих профсоюзов-учителей, заявив, что он считает, что учителя должны быть в списках тех, кто получает вакцину в первую очередь. Как мы и сообщали, при этом центры по контролю за заболеваниями, федеральные, объявили недавно, что при соблюдении мер безопасности прививки учителям не являются необходимыми для открытия нормальных занятий в школах. Во многих штатах школы закрыты скоро год, родители увольняются с работы, чтобы сидеть с детьми. Признано, что такое преподавание по интернету отнюдь не компенсирует занятия в реальных классах. Также у остающихся вне школы и школьного коллектива детей имеет место резкий рост психологических проблем, не говоря уже о резком росте случаев детского ожирения. А профсоюзы учителей выдвигают все новые требования в Чикаго, в Сан-Франциско, в других городах, с тем, чтобы не возвращаться к традиционным занятиям. И главное из них – это требования вакцинации в той же категории или даже в более приоритетной, чем люди старше 65 лет. Хотя, когда учителя ведут занятия в классах, вероятность их заражения на несколько порядков ниже, чем у полицейских, продавцов, почтальонов, официантов, водителей и многих других. Байден обещал добиться в свои первые 100 дней, чтобы большинство школ возобновили занятия в классах. Только теперь Белый дом стал это толковать как возобновление занятий хотя бы на один день в неделю, что, конечно, никаких проблем не решает. В ходе общения Байдена с жителями Милуоки имел место и личный вопрос о том, как Байдену нравятся условия в его личных апартаментах в Белом доме, в том смысле, что не скучает ли он по Делаверу. А Байден, в частности, сказал, что впервые увидел личные апартаменты президента уже после инаугурации. Почему это имеет значение? Потому что Байден больше 30 лет был в Конгрессе и общался с самыми разными президентами. Он также 8 лет провел работой в Белом доме, когда был вице-президентом у Барака Обамы. Был очень близким к Обаме по работе. И получается, что не за 30 лет в Конгрессе, даже не за 8 лет с Обамой, он ни разу, ни одним президентом не был приглашен для более личной, дружеской беседы, чем в официальных условиях офиса. В свое время сообщали, что Обама к Байдену относился без горячей братской любви, и более того, Байдена не любил и считал странным. В следующей части о завершении рассылки чеков по 600 долларов. Оставайтесь с нами. Субтитры создавал DimaTorzok